Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня очередное заседание телевизионно-дискуссионного клуба Казанского университета. Я его сегодняшний ведущий Вафин Рустам. Темы нашей сегодняшней программы мы обозначили как «мигрантские школы. Опыт Татарстана». Почему в кавычках? Потому что никаких официальных названий «этнические мигрантские школы» в Татарстане у нас нет, и в России это не очень распространено. Но тем не менее школы, где достаточно высокий процент детей-мигрантов и совпущих с этим проблем, они существуют, и их представители присутствуют сегодня в зале этих школ. В Казанском университете проводились исследования этих школ. Эти исследования получили хороший международный резонанс. С этими исследованиями Казанский университет выходил на международную арену, в том числе в Англии, в Германии, в Болгарии на международных конференциях. Но результаты их исследований стали известны узкому кругу специалистов в научных журналах, участникам конференции. Вот одна из целей сегодняшней программы – это в том числе и презентовать эти исследования, их результаты широкой публике, общественности здесь, у нас, в Татарстане. Вот. И сегодняшнее мероприятие, наш сегодняшний наш клуб, я бы хотел… Сейчас я представлю экспертов. В качестве основных экспертов у нас Харудина Резидар-Рафаилевна, кандидат филологических наук, представитель Института образования и психологии КФУ, сотрудник Научно-образовательного центра «Миграционная политика». И Громовачилл Пан Раисовна, тоже кандидат в психологических наук, доцент Института образования и психологии КФУ, сотрудник Научно-образовательного центра «Миграционная педагогика КФУ». А также мы представляем главного редактора журнала «Трудовой мигрант» Закира Акматович-Сареев. Но первый вопрос у меня будет не к нашим экспертам. Я хочу начать наше мероприятие, наш дискуссионный клуб с вопроса к представителям школ. И вопрос у меня будет звучать так. Выражение «Мигрантская школа». А когда вы слышите такое выражение, приходится вам слышать такое выражение, используете ли вы такое выражение между собой? Мы понимаем, что это неофициальное название. Оно вам нравится, оно вас коробит. Пожалуйста, представляйтесь и можете отвечать. Давайте начнем с 13-й школы. Андреевская Марина Георгиевна, 13-я школа, заместитель директора по учебной работе. Конечно, выражение «Мигрантская школа» коробит, нас не устраивает, потому что у нас есть определенный процент детей-мигрантов. Но их не так много. Может быть, там в классе один-два человека, иногда бывает три человека. Но все-таки это не поток, это не основная масса детей-мигрантов. Поэтому говорить, что это «Мигрантская школа», наверное, совсем неправильно. Но раз дети, не говорящие на русском языке, поступают в школу, то для любой школы это большая проблема. А так как вопрос миграции сейчас стоит очень остро не только в республике Татарстан, но и по стране, и, наверное, во всем мире мы телевидение включаем, слышим про мигрантов и во Франции, и в других местах, то для школ Татарстана, для школ Казани такая проблема тоже вырисовывается, и мы от этой проблемы не можем отстраниться. Мы принимаем всех детей, хотя программа, она ведь рассчитана на русскоговорящих. Скажите, сколько у вас процент детей-мигрантов в вашей школе? Примерно 15% от общего количества. Примерно 15%. То есть в отдельных классах, может быть, даже больше? Ну, в отдельных классах их вообще нет. А в отдельных классах нет вообще? Да. Понятно. Теперь у меня вопрос к 51-й школе, которая, наверное, с большим основанием может называться. Такой. И вопрос, я хочу повторить тот же самый вопрос. Как вы относитесь к выражению «мигрантская школа?» Применяете ли вы для себя это выражение в своей среде? И как вы относитесь, когда применяется в отношении к вам? Потому что, насколько я понимаю, в 51-й школе количество детей-мигрантов значительно выше, чем в 13-й, хотя и в соседней школе. Зам. директора по национальному образованию 51-й школы, Любовь Калистратовна. Но как таковой себя миграционной школой мы не называем. Да, есть дети-мигрантов, но это как-то наша школа, общая школа. Дети учатся, то есть все равны. Можно, наверное, обучать детей только на основе диалога. То есть они приходят, мы их принимаем, мы с ними, как бы, ну, входим в диалог. Какой у вас процент примерно? Ну, это зависит от года. В каком-то году их много, в каком-то году их меньше поступают. Пиковые, пиковые. Есть, вот, я соглашусь с 13-й школой, в каких-то классах их нет, но в каких-то классах, может быть, и 6-7 человек. Есть такие классы у нас. То есть у нас очень большая азербайджанская диаспора, очень много таджиков, чуть меньше узбеков, но киргизов совсем мало. Вот основные части. Я разговаривал с вашим директором накануне этой передачи, и он сказал, что у вас бывало до 30% представителей этнических групп, которые, ну, часто имеют проблемы, в том числе с основным языком образования при поступлении. Ну, сейчас я точно не скажу вам, но может быть. То есть это зависит, ну, вот это связано, как сказать, это с политикой, с экономикой. Вот, то есть вся экономика, она вот на примере наших школ чувствуется. Вот где, в какой стране начинается плохо, вот оттуда идут основной поток. Сейчас у нас именно приезжают узбеки из Киргизии, таджиков. Одно время таджиков было очень мало. То есть это первый признак, вы изначально видите, что там какие-то проблемы в этих государствах. Да, мы думаем так. То есть мы даже сами об этих проблемах, может, еще и не знаем, с ними не дошло, но поток вы чувствуете. Потому что есть очень, ну, из Армении не приезжают, у нас их нет. С Азербайджана много. И именно отдельные районы Азербайджана. То есть я не знаю только Азербайджана, но на примере, откуда дети приезжают, я узнаю, вот из каких регионов они приезжают. Это одни и те же регионы Азербайджана. А, например, может... Масалинский район. Масалинский район, облюбовали, нравится. Да, у нас почти все оттуда. Такой у меня вопрос. У меня вопрос, наверное, будет ко всем этот вопрос. Когда я почувствовал, что мы ответили на него, я прерву это обсуждение. Мы отойдем от выражения мигрантские школы сейчас. Почему отойдем? Я специального выбрал для того, чтобы создать немножко хайпа. Мы назовем это школы с большим количеством детей-мигрантов. Как такие школы появляются? В каких районах Казани они появляются? Почему они появляются? Потому что я знаю, ну, многие школы, где на всю школу может быть один-два человека, да, есть школы, где процент высокий. В каких районах Казани эти школы расположены? Вот у нас представляют две соседние школы, это Вахитовский район. В общем, понятно, там рядом рынок. Еще какие признаки, по каким признакам? И я хочу спросить потом это наших экспертов, потому что они изучали более широко эту проблему и по казанским школам работали. Ну, я соглашусь, что это наличие рынка, потому что очень много наших детей сейчас уехали в Туру. Это значит, они уехали в Осиновскую гимназию или в Осиновскую школу. Я думаю, эта проблема у них сейчас тоже возникла. Я так поняла, в школе уже там мест нет. Они сейчас, многие уезжают в Осиновскую татарскую гимназию, где у них там возникают проблемы. У нас были даже дети, откуда, оттуда они обратно к нам же ездили, то есть из Осинова, потому что в Татарской гимназии учиться они не могли. А мест в других школах нет. Это вопрос теперь к экспертам нашим. Вот вы изучали, я понимаю, что пример вашего изучения был немножко другой, но тем не менее вы охватывали школы, где достаточно много детей-мигрантов обучается. Не только рынки, да, еще какие зоны являются зонами так компактного образования таких школ? Четыре причины. Четыре причины. То есть мигранты, как правило, проживают по месту работы, либо по месту жительства, да, вернее, отдают школы по месту жительства или по месту работы. Третья причина – это может быть национальная школа, потому что многие мигранты у нас выходцы из Средней Азии, и языки общие, тюркские. Допустим, у киргизов, у узбеков, у Азербайджан язык похож на татарский, поэтому они выбирают национальную школу. Ну и также четвертая причина – это по рекомендации друзей, родственников. Кстати, по поводу рекомендаций друзей и родственников. Я знаю, что и 13-е, и 51-е школы, которые у нас здесь представлены хорошо, они достаточно давно столкнулись с такой ситуацией, то есть с 90-х годов. Это не вчера возникла для вас, не новость. Есть ли такая практика, когда к вам приходят люди, зная, что в вашей школе эта проблема как-то лучше решается? Может, даже с других районов привозят, приезжают, отдают в вашу школу именно детям мигрантов, потому что у вас какие-то методики есть, что-то еще. Есть такое? Можно будет сказать? Микрофон дайте, пожалуйста. Да, действительно, такое явление наблюдается, когда привозят сначала одного ребенка, отдают, а потом приезжают родственники, и они стараются и жилье найти поближе к школе, потому что у нас школа все-таки микрорайоновская, и, соответственно, приводят детей в нашу школу, и получается, что у нас целыми семьями потом выпускаются. Поколения, то есть? Поколениями, да, вот такой пример Додобаевых, у них уже вот свой четвертый ребенок, родственники приехали в Узбекистан, и знакомых они к нам приводят, и сами звонят, рекомендуют. Такое явление есть. Скажите, дети-мигранты, это большая проблема для вас? Скажите, как учителей? Вы знаете, дети не могут быть проблемой. Я понимаю, но есть... Проблема языковая среда. Проблема научить ребенка сначала разговаривать, потому что привозят детей неговорящих. Вот это большая проблема. Потому что мы понимаем, для ребенка это огромнейший стресс. Оказаться в чужой стране, в чужом городе, в чужом коллективе, где говорят на чужом для него языке. Очень часто дети вообще не понимают, что им говорят. Тогда у нас уже, да, свое наработано. Мы используем ребенка такой же национальности в качестве переводчика вначале. То есть это поэтапная работа ведется. Но первое – это создать среду для ребенка, чтобы он чувствовал себя комфортно. И действительно дети раскрываются, достаточно успешно заканчивают. Девятый класс, одиннадцатый класс. Вот у нас пример. Сын Циала Николаевны из Грузии когда-то тоже привезли мальчика. Он не говорил на русском языке. С начальной школы. Вот он у нас обучался. Закончил девятый класс успешно. Закончил социально-гуманитарный техникум. Сейчас высшее образование получает. Юристом будет. То есть у нас есть чем гордиться. Циала Николозовна, можно будет вам микрофон передать? У меня вопрос. Насколько было тяжело вам и вашему ребенку, когда он появился? Вы же знали, что это прошло через вас. Для нас это очень тяжело было. Русский язык, но проблема не более-менее еще. За сколько он овладел в этой школе? Ребенок нет. Мы пять лет приехали уже из Грузии. Муж здесь у меня работал. А я приехала вместе с сыном. Вот мы рядом жили. Вот это школа. Тринадцатая школа, где есть. Вот после этого у нас первый раз в садике тоже мы пошли. В садик тоже немножко ребенок. Два года там. После этого в школу поступили. У нас потихоньку, постепенно все, все в норму. Во сколько лет он вошел в норму? Ну, два-три года все равно ребенок нужно. Когда маленький, он вообще грузы по-русскому там не ходит. Я сама из школы. Ну, как, немножко трудно. Правильно понимаю, что вы выбрали просто ближайшую школу, и это оказалось... Это для меня, потому что я рядом там живу. Мне очень помогли в школе, все, администрация. Спасибо. Хочу даже благодарить. Потому что это трудно, и мы перешли. Я сама работаю в воскресную школу, дом, дружба, народ, грузинская литература, языки учительницы. Спасибо большое. А у меня еще один вопрос представителям школ. Школы, где достаточно давно учатся эти мигранты, они к этому как-то приспосабливаются. Но у нас есть масса школ, где, которые, ну, эта среда не так хорошо представлена. Один, два, три ребенка. Вы общаетесь с этим школам, вы обращаетесь с этим опытом. Потому что, я так понимаю, это стресс ведь не только для учеников, понятно, для них это более серьезный стресс. Но и для учителей это стресс. Потому что ученик, который не обладает знанием языка обучения, он же показывает, на первом этапе, неблестящие результаты. И, соответственно, это обрушивает и снижает рейтинги школ, показатели школ, премии школ. Есть такая проблема? Вот у вас как-то проблема уже решается, потому что вы давно. А с вашими коллегами, на сколько они там воют-воем, к вам пообращаются, как ситуация? Давайте вот в 51-ю школу спросим. Лично мое мнение, к нам никто не обращался, но так на общешкольных мероприятиях, когда мы открываемся, когда показываем свои праздники, у нас как-то принято, ну, традиция такая, то есть есть мероприятия, мы их называем или диалог культур, или праздники, посвященные родному языку, и там мы хотим, чтобы участвовали все дети, потому что именно на мероприятиях, на русском языке, они участвовать и показать, как бы, ну, не могут себя. И поэтому, я как замдиректора по национальному образованию, именно на мероприятиях, где выступают на татарском языке, они там активно участвуют, и вот когда были семинары, нам именно говорили, что замдиректора там учили, что да, вот оказывается, это ваша фишка, что вот это мы не могли, мы это не делали, что можно, оказывается, детей разных национальностей вот так привлекать, чтобы они на своем родном языке говорили или танцевали свои народные танцы, то есть это как бы свой плюс. То есть, то, что в вашей школе хорошо представлен этнический компонент, сейчас это вы рассматриваете не как баг, а как фичу, ну, языком, то есть не как проблему, а как и проблему, и в то же время ваше какое-то особенное достижение, с которым вы выходите в свет. Но это как бы помогает для социализации этих детей, то есть они приходят со своим менталитетом, а с одной стороны, они же сначала должны видеть, что мы их любим, что мы их принимаем, а чтобы потом быстрее произошло социализации, то есть потом уже о своих традициях, о своих обычаях, о своих законах, то есть тут есть же большие разницы. У меня, я хочу задать вопрос людям, которые работают с этими детьми непосредственно, вот прямо каждый день, и я хочу задать вопрос учителям начальных классов, в частности, Альбина Александровна, учительница начальной класса 13-й школы, как вы с такими детьми? Это вот у вас приходят детишки, большие глазки, немножко другой цвет кожи, прически, как вы им помогаете? Для вас проблема? Вы знаете, извините, я немного приболела, конечно же, это проблема, но мы к этой проблеме приспосабливаемся по-своему, как работаем с этими детьми, то есть проблема обучения и проблема воспитания, в воспитательной деятельности мы их в основном во внеурочную деятельность взаимодействие происходит, то есть мы ходим с ними в театры, музеи, какие-то классные часы проводим своеобразные, на уроке обучение, конечно же, происходит с трудом, но мы используем разные методы, например, наглядные какие-то методы в основном используются, переводчики, как Марина Георгиевна сказала, у нас рядом существует постоянно, как-то выходим из этой ситуации. Сколько времени вам в среднем требуется того, чтобы ребенок, первоклассник, который не знает русского языка, заговорил на этом языке и смог адекватно получать образование уже, может быть, первый, второй, третий год, когда к выпуску изначальной школы? Ну вот лично я анализировала, адаптация происходит в течение года. Ребенок начинает говорить на русском языке в течение года, а после того, как год проходит, он начинает разговаривать. И социализация родителей происходит непосредственно через ребенка, то есть через ребенка социализируются также и родители. Как это выражается? Как это происходит? Можно немножко описать? Вот такой пример, как люди, которые с чуждой культуры, забытый уже язык, то есть они не обучались. Во-первых, ребенок начинает разговаривать на русском языке. То есть мы видим, что он понимает нас, потому что это большая проблема в том, что ребенок не понимает то, что ему говорит учитель. А он начинает разговаривать, он раскрывается психологически, он начинает участвовать в мероприятиях в разных. Далее, как это еще происходит? Ну, у ребенка проходит тревожность, потому что вообще дети-мигранты испытывают очень большой стресс психологический и тревожность. А вот как если бы вы работали в обычной школе, где нет таких детей, и насколько бы ваша нагрузка была меньше? По вашим ощущениям? Нагрузка, вы знаете, но как бы вот так вот анализировать невозможно, например, в процентном составе, нагрузка учителя всегда большая. А когда дети-мигранты, ну, конечно же, может быть, и существуют какие-то проблемы. Проблема в том, что, например, отстают в обучении, а некоторые дети бегут вперед. И у нас вот единственная проблема и существует, что либо задержаться, либо бежать вперед. Со всем классом. Да, да, да. Со всем классом. Но, например, как мы выходим из этой ситуации? У нас в основном индивидуальная работа происходит во внеурочный день, время, да. То есть после уроков остаемся и занимаемся. То есть это ваше время, когда ваш рабочий день уже закончился, вы остаетесь заниматься детьми? Да, в основном, да. Комфорт жизни явно не добавляет, наверное, да? Ну, а кто сказал, что будет легко? А вы не хотели бы сменить школу на другую, где нет такой проблемы? Вы знаете, я думаю, что это не зависит от школы. То есть там будут другие прост проблемы? Да. Можно еще один вопрос? Вот поскольку идет социализация ребенка, как вы сказали, длиной целый год, известны и сталкивались вы с проблемой буллинга таких детей. То есть человек изначально получается чужой для класса, есть проблемы с языком. И вот видели ли вы, сталкивались ли вы с травлей данного ребенка и как вы здесь работаете? Вообще, конечно, это зависит от компетенции педагога. Проблемы существуют, но, например, вот если лично говорить о моем классе, то эту проблему мы сразу пресекаем на корню. Конечно же, человек приходит со своим менталитетом, со своим взглядом, со своими ценностями. Дети другие, вы знаете, как идет принятие, дети же они у нас добрые, мы принимаем всех. Но если это принятие еще и подкрепит педагог, то это, конечно, большой плюс. Если педагог вовремя заметит проблему, например, и решит ее. Вы хотите еще добавить? Экономист Галяму Феррик. Я вот думаю, что надо в целом как-то более шире рассматривать эту проблему, потому что проблема миграции, она связана с тем, что трудовой капитал заходит на определенную территорию. Согласно статистике, за последние пять лет на 59% миграции увеличилась. И это говорит о том, что получается социальная проблема в том, что сейчас идет первая волна мигрантов, которая за 90-х пришла. Сейчас они как бы работают на красных автобусах. Это та среда, которая рабочая профессия. Следующая среда это будет профессия, которая связана уже с интеллектуальными, с, скажем, вещами, связанных с интеллектом, с офисной работой. Это как бы вот следующий пласт, который будет заходить на территорию республики. И проблема это или не проблема, но вопрос в том, что, например, вот я 77-го года сам, вот в 84-м году, когда я поступал в школу, у нас были ребята из татарских школ, которые как бы ни слова не знали по-русски. Это та же проблема, то есть, есть ли вообще эта проблема сейчас. То есть, сейчас я как экономист сталкиваюсь с предпринимателями, которые работают на рынках, вот тех же Тура, и, например, они обращаются за помощью в Министерство экономики. В Министерство экономики за помощью обращаются, и получается то, что там, значит, специалисты берутся за голову, они говорят, не знают как бы язык, они не могут обозначить свои проблемы. То есть, это вообще образование и как бы миграционные проблемы, это проблема вообще на уровне детей, на уровне взрослых, или на уровне вообще как бы целой программы какой-то. Мы дойдем до более широкого обсуждения темы миграции чуть попозже. Я хочу этим закончить, ближе к концу. Сейчас мы отработаем тему мигранцев в школе, в системе образования. Почему? Я хочу создавать вопрос нашим экспертам, непосредственным тем, кто проводил исследования в школах. И у меня такой вопрос. Я знаю, что вы общались с учителями, вы изучали их установки. И был очень интересный момент в нашем с вами предварительном обсуждении, когда вы сказали, что некоторые учителя получают удовольствие работать с такими детьми. Определенные удовольствия. Свои удовольствия тоже есть, условно говоря, несмотря на проблемы. Расскажите об этом подробнее. Если позвольте, я все-таки начну сначала. Чем мы занимаемся и когда все это началось. Итак, в 2016 году мы с коллегами из Института психологии и образования разрабатывали грант-проект «Учитель XXI века». И вот как раз в ходе обсуждения мы пришли к мнению, что одними из важных компетенций на сегодняшний день для учителя являются его мультикультурные компетенции. И вот постепенно разрабатывая данную исследовательскую тему, мы пришли к проблеме обучения детей-мигрантов. И в частности и у Чулпана Раисовна у меня есть своя специфика исследования, своя исследовательская ниша. Чулпана Раисовна занимается практиками обучения мигрантов, я занимаюсь отношениями или установкой учителя к культурному разнообразию. Я немножко хочу рассказать такую историю, откуда вдруг такая специфика наших исследований. Дело в том, что в 2017 году нас с коллегой пригласили на конференцию, это была международная конференция, как раз в Институте экономики она проходила. Она не была связана даже с детьми, какие-то общие миграционные проблемы обсуждались, и нас пригласили как специалистов, которые занимаются проблемой миграции в образование. Но на этой конференции, на этой секции присутствовали учителя, и когда мы представили свое пилотное исследование, где показали какую-то первую статистику, какие у нас есть проблемы, трудности обучения детей-иммигрантов. И после нашего выступления состоялась очень оживленная дискуссия, я бы даже сказала жаркая дискуссия, потому что учителя буквально, скажем так, раскритиковали нас и задавали нам очень конкретные вопросы. Вот вы сейчас показываете нам какие-то цифры, а у нас, говорят, сидят дети, которые не знают языка, мы, говорят, не знаем, что с ними делать, с нас требуют результаты, у нас рейтинги, у нас их не принимают дети, мы не знаем, как решать эти конфликты, скажите нам, что с ними делать. То есть это было очень категорично. И когда мы вышли с этой конференции, у нас, в общем, состояние было на уровне какого-то потрясения. И мы тогда пришли к выводу, что вот тебе и тема исследовательская взятая вот из практики. То есть заниматься практиками работы учителей, как работать с детьми, и мы выявили, что все-таки есть и проблема установок. Установок. И вот вы задали вопрос, что учителя как вообще относятся к детям-мигрантам. То есть положительные какие-то моменты отметить. Я очень рада, что вы именно начали с этого. Дело в том, что когда говоришь о миграции, то всегда это как-то в общем настороженность вызывает, и наверное всегда это связано с какими-то проблемами, которые очень трудно решить. Но на самом деле, и вот как я сегодня слышу наших уважаемых учителей, которые совершенно правильно сказали о том, что они не принимают такой термин, как миграционная школа. Вот я с вами с этим согласна абсолютно. И мы, проводя исследования с учителями, видели действительно очень хорошее отношение к детям. В частности, могу сказать, что выделяли учителя, давая характеристики детям-мигрантам. То, что они очень работоспособные, то, что они очень старательные. И несмотря на то, что им учиться трудно, то, что они языка не знают, но тем не менее они стараются не отставать от наших учеников. Порой даже у них стимулы, мотивации больше. И даже учатся они иногда намного лучше, чем наши ученики, которые хорошо владеют языком. И также о родителях говорили в положительном контексте, то, что родители очень тоже заинтересованы дать образование своим детям. И поэтому говорим трудовая миграция у нас. У нас трудовая миграция меняется уже теперь на семейную миграцию. То есть мигранты везут сюда своих детей для того, чтобы учить их в наших школах, для того, чтобы они изучали русский язык и в дальнейшем могли получать здесь образование, то есть в дальнейшем жить и работать. Кроме того, учителя, ну буквально приятно смотреть, когда учитель говорит, и когда у него глаза горят по поводу того, что какое, говорит, уважительное отношение у этих детей к учителю. И с каким уважением родители к нам относятся. И вот, пожалуйста, цитата буквально из интервью. Одна учительница говорила о том, что у нее был ребенок из Таджикистана. Ее родители приходили и говорили, у вас в Татарстане не так. У нас в Таджикистане учитель это святой человек, на него молятся. И, конечно, учителя как минимум приятно такое отношение от детей, потому что они говорят, что местные наши родители, в общем, не всегда такого дождешься. А вот нет ли общего между проблемой татар из деревень, которые тоже приезжали в Татарстан учиться, и они тоже были малоуспевающими. Это сам наблюдал за тем, как деревенские девушки, парни приезжали в Казань, не зная русского, учились плохо, и проблема уже была всегда, и она не была связана, та же самая проблема языкового барьера. Вот общего там есть, в ваших научных исследований не взяты ли какие-то данные, польза, какое-то основание из тех проблем, которые уже были у нас в связи с нашими татарами, которые не могли учиться хорошо. Даже сейчас, кстати, в университете татары из республики учатся по статистике часто хуже, они очень плохо выражают мысль. Нет, сейчас есть такое. Нет, нет, у меня есть, дело в том, что у меня есть наблюдение, я не говорю, что это цифры, у меня просто есть наблюдение, и я учился в группе университета, и у нас было трое студентов, которые плохо знали русский язык, и они были троечниками, но очень умные ребята, им было очень тяжело. Поэтому это не статистик, это не наука, это мое наблюдение, жизненное. Спасибо, можно я передам вот ваш вопрос нашему коллеге, я думаю, вам надо ответить. Я уже включал. Через что он прошел? Во-первых, прежде чем сюда прийти, вчера я позвонил родителям, хотел в курсе и задал вопрос, есть ли претензии, жалобы, пожелания. И знаете, все сказали, что я сейчас говорю от имени тех родителей, которые дети учатся в школе в Татарстане, все сказали только благодарность. Они очень благодарны. Поэтому пользу случаем от имени родителей мигрантов хочу вам сказать низкий поклон. Профессия учителя это очень сложная профессия. Я сам никогда не мог быть преподавателем, надо иметь железные нервы, терпение. Поэтому вам еще раз спасибо. И по вашему как раз знаете как, когда я приехал, я тоже не знал русского языка. Но видите, я закончил Казанскому университет имени Ульяна Ульяновна, факультет, физический факультет. Это физический факультет, там не каждый заканчивается. Мы с 15 двое закончили. Не знал русского языка. Мне было стыдно, я заходил стуловой, я тыкал пальцем дайте мне мясо. Я там не спрашивал, вам говядина или баранья? Я не понимал это. Писал заявление. Сессию как сдавали? Я принимал сессию часто. У нас времени достаточно. Красно расскажу. Дело в том, что я два раза писал заявление на Афганистан. Мне сказали, это физфак, мотанализ, не сдашь, отчислили. 50% отчисляли в те времена. Два раза писал на Афганистан заявление. Один умник сказал, пиши заявление, там война, туда люди берут. Ты спасешься. И чтобы не вылить в университет, писал заявление на Афганистан. Забрал Чехословакий, выучил русский язык, приехал. И из 15 человек мы двое закончили. И когда сейчас приезжают мигранты, я им говорю, незнание языка это проблема временная. Это временно, учителя понимают. Когда выучит человек, знаете, здесь хочу сказать, незнание языка это не показатель ума. Если человек соображает, он выучит язык, это проблема у него решится. Мы двое закончили из нашей группы. Вот я всегда говорю, мигранты, когда приезжают, учитыв русский язык. Это вопрос временный, раз приехали работать. У меня вопрос. Я хочу снова обратиться к нашим учителям, рядовым, те, кто на поле, кто непосредственно с детьми работает. Я хочу обратиться к учителю начальных классов 51-й школы Татьяне Игоревне Ивановой. Вот то, что в исследованиях университетских было замечание о том, что учителя отмечают уважительное отношение к себе, странные детей-мигрантов и их родителей. Это так так есть? Дайте микрофон, пожалуйста. Как это проявляется, может быть, подробнее скажете об этом? Вы знаете, с проблемой мигрантов, так скажем, мы столкнулись уже давно. в каком плане. То есть дети приезжие у нас, наверное, проявились уже и лет 20, и 25 лет назад. Но это были единичные случаи, когда был один ребенок в классе или двое. Я встречаю сейчас родителей, бабушек, дедушек этих детей. Вы знаете, я их не узнаю, конечно, многих, и дети взрослые стали, но они, конечно, с большой благодарностью вспоминают эти годы и говорят, что все эти дети закончили вузы. Это очень приятно слышать. Прошлый выпуск мой, в составе которого было 10 таких ребят-мигрантов. Я выпустила как раз вот сейчас ребята эти в пятом классе. И вы знаете, я не знаю, благодарны они, неблагодарны, но я чувствую в их глазах благодарность. И даже я вам скажу больше, я им благодарна за то, что они были в моем классе. Потому что, во-первых, это для учителя опыт. И многие, как вот правильно уже здесь было сказано, эти дети, они талантливы, они способны. И если учитель к ним относится с добротой, с уважением, это в первую очередь взаимоотношения с родителями, с семьей этих детей. И, конечно, на этом все строится, все взаимоотношения. И эти дети, они, я думаю, самые благодарные, наверное, когда они уже к концу четвертого класса усваивают программу, когда они сдают всероссийские проведочные работы на отметку 4-5, наверное, это стоит того, чтобы работать с этими детьми. у меня я хочу уточнить вопрос. Сталкивается в нашей жизни достаточно распространенная ситуация, когда профессия учитель в глазах нашего общества достаточно невысоко оценивается. И очень часто возникает конфликтная ситуация между родителями и учителями, родителями и школой. Бывает, что школьники начинают задирать учителей, и нет того ощущения, благоговейного ощущения, как к учителю, которое было когда-то. Вот с детьми-мигрантами подобные проблемы возникают? Вы знаете, такие проблемы возникают не столько с детьми-мигрантов, сколько с детьми именно теми, которые учатся здесь, в нашей. Правильно я понимаю, что для вас такой-то внутренний стимул к этим детям у вас больше тяга или интерес больше за счет того, что вы получаете еще какой-то положительный эффект за счет отношения к вам, вот как? Конечно, да, потому что, вы знаете, с большим уважением относятся родители, и как уже правильно было сказано, они своему ребенку дома внушают, что нужно учиться, нужно заканчивать вуз, и большинство из этих детей действительно с большим старанием учатся. Вот это дает учителю большой стимул, и даже дети русские, татары, глядя на этих детей, тоже подтягиваются, они тоже стараются учиться так же. Глядя на то, что дети пришли и не знали языка русского, и так выросли в глазах других людей, значит, они еще большего могут добиться. То есть, в первую очередь, это, конечно, старание ребенка, это его усилия, но мы учителя стараемся как можем помогаем. Это вот, конечно, и дополнительные какие-то занятия, это индивидуальный подход, конечно, обязательно. Это просто учитель должен посмотреть на ребенка по-доброму, чтобы он чувствовал, что его любят, его приняли. Это налаживание взаимоотношений между детьми. У меня вопрос, похожий вопрос к Альбине Александровне. Вы чувствуете себя богиней с этими детьми в этой среде? В богине я себя не чувствую, конечно же, с этими детьми, но хочу сказать, что благодарность и отношение детей-мигрантов значительно выше, чем у обычных детей. Это, конечно же, видно, очевидно. А родители воспитывают в детях, там другой менталитет, воспитывают в детях именно уважительное отношение к старшим, особенно к учителям. И это проявляется в действии. А когда учитель видит отношение к себе уважительное, то, конечно же, хочется работать и бесплатно, и во внеурочное время. Зря вы это говорите. А у меня вопрос... Вот такой вопрос еще тоже вот к учителям, который вот параллельно был. Известный у нас в Казани так называемый казанский феномен, и феномен именно криминализация общества, начиная со школы. Вот как сейчас эта проблема? Я знаю из интернета, что сейчас эта проблема встает. То есть на какое-то время эта проблема была решена, проблема казанского феномена, проблема криминализации, вот именно в отношении миграции, в отношении вот этих детей, в отношении их имена... Вы хотите спросить, вы хотите сказать, давайте я попробую сформировать вопрос быстрее. Вы хотите спросить, есть ли у нас молодежные этнические банды? Да. Есть у нас молодежные этнические банды в школах? Кто ответит? Заместитель директора по успеху на работе, как раз, наверное, ко мне вопрос будет больше, да, Людмила Александровна, 13-я школа. Но вообще школа всегда, вот я работаю в школе уже 35 лет, и через все это прошло, и школа всегда была вне, поверьте, вне криминализации, потому что вот мы микрорайоновская школа, у нас на территории мы находимся на стыке двух таких, вот как вы говорите, криминализаций, да, Тукаевская и вот Новотатарская. Но в школу это никогда не было внесено, как-то мы, потому что вот таким небольшим своим миром живем, а для детей и мигрантов они все держатся вместе, они друг друга чувствуют. Проблема с симиляцией мне интересна. Да, вот они друг друга чувствуют. Это хорошо, когда они держатся вместе, или они должны ассимилироваться и уходить, и это будет лучше. Интересно. Это держится наоборот еще лучше. Вот говорят, точка зрения такая, что лучше всего, если они ассимилируются и не группируются, входят, живут, растворяются, это лучше. А если группируются, они, говорит, не развиваются. Вот у меня, например, дочь сейчас в Ирландии живет, она там сгруппировалась со своими, значит, с отечественниками, не изучает английский язык. Я приехал через полгода, у нее английский язык не изменился, потому что она там организовала свое маленькое сообщество соотечественное. Да, да, да. Вот поэтому давайте интересно в этом плане. Интересно в том, что они вот все, как уже мы говорили, что они же все приезжают семьями, и они друг друга поддерживают. За ними интересно наблюдать перемену. Несмотря, например, там первый класс или второй, они, бывает, часто собираются вместе где-то пообщаться. В своем языке общаются? Стараются. А это хорошо? Нет. Мы стараемся им часто говорить. Мы здесь все ученики одной национальности. Вот этот рецепт. Да, вот мы всегда это говорим. Мы все ученики. У нас нет национальности в школе, да? Национальность – это обучающийся ученик. И давайте говорить на своем и думать, на том языке, на котором мы здесь с вами обучаемся. Обучаемся мы на русском языке. И вот такие вот вопросы как бы не встают, но мы это регулируем. Это бывает. Они стараются, чтобы их не поняли. Я думаю, что мы вернемся к теме немножко криминальной. Это есть стереотипы, связанные с миграцией, что это криминальная среда более высокая. Мы обязательно вернемся. Я хочу сейчас задать вопрос снова к Резидии Арфаэльевне. Вот вы сказали о положительных вещах, которые видят учителя, которые работают с детьми мигрантов. А теперь скажите, что они видят отрицательного? Вот по вашему исследованию. А потом мы спросим наших практиков, согласны они с этим или нет. Ну, опять-таки вернусь к своему исследованию, которое проходило два этапа. То есть я изучала отношения учителей к культурному разнообразию в контексте общества и в контексте школы, если это интересно. Значит, мы на первом этапе изучали учителей Республики Татарстан и Москвы, и Московской области. И проверяли их отношения с помощью инструмента исследовательского социальной шкала Багардуса, социальную дистанцию учителей по отношению к татарам, к русским, к мусульманам, христианам, жителям Средней Азии и жителям Северного Кавказа. И вот какие мы данные получили. То, что, собственно, отношения учителей ко всем представленным группам, находятся в пределах толерантности. Ну, а по отношению к русским татарам, мусульманам и христианам в пределах даже слияния. Но, тем не менее, есть всё-таки разница в этой дистанции. Где-то покороче, где-то подлиннее. То есть, где-то отношения получше, где-то похуже. И здесь мы увидели зависимость от того, где учителя живут. Учителя Татарстана показали более близкую дистанцию к мусульманам и более дальнюю дистанцию к мигрантам. А учителя Москвы и Московской области, наоборот, у них ближе дистанция к мигрантам и дальше к мусульманам. И когда мы обсуждали вот эти результаты, мы всё-таки пришли к заключению, что всё это зависит от тесноты межкультурных контактов. Но многие исследователи отмечают, что отношение учителей к мигрантам в обществе может быть лучше, поскольку они с ними могут не встречаться, просто хорошо относятся, знают, что такие люди есть и так далее. А в профессиональной деятельности эти отношения могут измениться. И были такие исследования, где это всё подтвердилось. Мы тоже решили провести второй этап исследования и использовали уже интервью, беседовали с учителями. И затем, когда анализировали материалы вот этих интервью, мы увидели, что чётко позиция учителей делится на три группы. То есть вот сразу однозначно ответить невозможно. Хорошо, плохо относятся к мигрантам. Чётко делятся на три группы. По отношению к детям, по отношению к родителям и по отношению к разным этническим группам. Получили совершенно разные результаты. И если мы говорим, что по отношению к детям в основном положительные результаты, из 90 фраз зафиксированных, закодированных, 60 были положительными. Я уже некоторые моменты озвучила. 11 отрицательных. О чём говорили учителя? Что, ну, конечно, создают сложности дети, потому что не знают языка. Из-за незнания языка они очень часто замыкаются в себе, не общаются. Или, наоборот, проявляют агрессию. Говорили о том, что дети, девочки, не очень мотивированы на обучение. Как-то мальчики больше, лучше учатся, девочки хуже. Некоторые дети просто в школу не ходят, сидят там, помогают мамам или папам. То есть вот такие моменты, да. Что касается родителей, то есть взрослых уже мигрантов, здесь картина такая. Отношения учителей либо неоднозначно, очень трудно определить, плохо или хорошо, либо отрицательны. То есть положительных оценок было меньше. Но это, опять-таки, связано очень с успеваемостью их детей. То есть если плохо ребёнок учится, безусловно, учителя очень часто это связывают с родителями. Они говорят о том, что ребёнком дети не занимаются, папы хотели бы, но им некогда, мамы не знают языка, они просто никакие, есть такие выражения. То, что у них низкий уровень образования, ну вот и так далее. То есть такие оценки. Что касается отношения к различным этносам, тут тоже были такие высказывания. Он плохо учится, потому что он тот-то, такой-то национальности. Он плохо учится, потому что он приехал из экономически неразвитой страны. Он плохо учится, потому что у них образование низкое. И так далее. И называют уже национальность. То есть у учителя всегда, если даже какая-то отрицательная оценка, она всегда связана с успеваемостью ребёнка. А так как-то конкретно отдельных национальностей, какие-то характеристики свои личные учителя нам не давали. А вот эти отношения у вас измерялись на основании со слов, что называется, учителей, а вот обратно, со слов учеников. Такое исследование мы пока не проводили. То есть с обратной стороны, потому что отношения всё-таки определяются и с той, и с другой стороны. Тогда можно говорить об объективном исследовании. Я так понимаю, у вас начальные классы? У нас были начальные классы, да. Но на первом этапе мы изучали отношения учителей и среднего звена, и начальной школы, и дошкольников. Наши учителя могут подтвердить подобные оценки, которые озвучивали в исследованиях. Те учителя, которые проводили, учителя, которые участвовали в исследованиях, высказывали негативные какие-то вещи. Вот вы можете это подтвердить? У вас подобные ощущения есть или нет? То есть к родителям негатив определенный, к беспокойству. Конфликты, наверное, не всегда бывают определенные к какой-то степени. Действительно, правильно, как сказали, да, что если ребенок плохо учится, учитель держа должность, все равно принимать какие-то меры. И, наверное, больше конфликты бывает, знаете, на примере того, что родители-то ведь не говорят по-русски. И ребенку трудно дать язык русский, если только говорит он в школе. А домой, когда придет, он опять говорит на своем родном языке. Он ведь не только говорит, он так ведь и думает. И приходится работать с родителями, а у родителей это вызывает конфликт, почему меня должны учить языку. То же, как бы говоря, мы же говорим родителям, вы изучаете язык так же, помогаете, говорите дома на русском. И то есть получается, что мы навязываем свою точку, что еще и дома должно это происходить, да. И поэтому, наверное, родители, учителя так и высказываются, потому что понимают, сталкиваются со стеной непонимания родителей. И поэтому вот эта вот точка... Я вот под вопрос бы поставил исследование, да, вот проводили учеников четырех лет. У меня два ребенка, одному 18, другой 14. И у них уже именно сообщности, пока они растут, отношение вообще к учителям идет... Почему никто не хочет стать учителем? Учитель, отношение к учителю идет, как человек, который как бы в другом, ни в чем реализоваться не смог. И вот получился учитель, и как бы, ну как бы необъективная такая оценка, вроде мигранту некуда деваться, а вот... Но уже проскальзывала такая мысль, что к учителю не совсем такое положительное отношение, вот как в тех странах, из которых они приехали. Давайте мы сейчас дослушаем учителей. Извините, пожалуйста, да, мы немножко отошли от темы. Все-таки нас сейчас волнует тема мигрантов. Я хочу здесь сказать, что... Проблемы, проблемы. Проблемы очень мало звучат. Давайте дослушаем. Я хочу сказать, что... Учитель, наверное, не делит детей... Для него есть успевающие и неуспевающие. И здесь необязательно мигрант, он должен быть неуспевающий. Вот у нас была семья Салимовых. Мумина, мальчик, вот два мальчика еще учились помладше, но от природы одаренные дети. Редко бывает даже среди наших детей вот настолько способных, одаренных, замечательные дети. То есть успеваемость, как вот сказали раньше, не зависит от национальностей. Да. Первая проблема – это языковой барьер. Вот языковой барьер очень сложно преодолеть, потому что ребенок оказывается в языковой среде только в школе. А домой приходят, у него нет этой среды. Вот если родители не помогли, вот эту среду не создали, то адаптация ребенка может затянуться очень надолго. Если же родители стараются помочь своему ребеночку, то адаптация идет очень быстро. Но даже самая быстрая адаптация – это один год, не меньше. Вот ваше отношение к родителям, потому что, вот давайте лично ваше отношение к родителям, потому что в исследованиях прозвучала такая фраза, достаточно часто учителя говорили, что они или негативно, или осторожно, ну в общем, неположительно относятся к родителям таких детей. Вот у вас какая ситуация? Вот лично опыт ваше мнение. Вы знаете, если… Это справедливая оценка или нет? Ну, где… И так надо поставить вопрос, лучше к детям относится, чем к родителям. Это правда? Мы ведь с родителями общаемся во внеурочное время и достаточно мало. Поэтому высказывать свое мнение вообще о родителях, да, о всех, это, наверное, не очень корректно. Мы видим родителей через призму ребенка. Для нас ребенок – это отражение семьи. А с родителями мы очень… Ну, общаемся, конечно, на родительских собраниях, индивидуально где-то вызываем, а кого-то можем и годами не видеть, потому что у ребенка проблем нет, у нас нет оснований вызывать родителей. Мы ведь вызываем обычно проблемных. А в соотношении и наших родителей мы точно так же вызываем и общаемся. То есть здесь тоже исходить только от национальности – это неправильно. Если у ученика есть проблемы в учебе, вызывайте родителей и с этими родителями общаетесь, это, как правило, уже конфликтная ситуация? Не обязательно. Или около конфликтная связь? Нет, не обязательно. Это у нас ведь… Я вот всегда родителям говорю, у вас нет врагов в школе. У нас с вами одна задача. Мы хотим вырасти воспитанного, образованного, хорошего и даже просто хорошего человека. А вот вы сталкивались с ситуацией, когда… Речь идет о начальной школе, да? Когда ученик начальной школы заканчивает там третий, четвертый класс по уровню знания языка, по даже каким-то начальной математике, там, да, что-то еще, литературе, образованнее там своих родителей оказывается. Очень часто мы сталкиваемся с такой ситуацией. То есть это настолько низкий уровень образования среди мигрантов, что бывает… Я не могу сказать насчет мигрантов, какой у них уровень образования, но это явление присутствует и среди наших детей. Иногда, когда вот ребенок там по каким-то причинам, ну, напроказничал, родителей вызываем, так я думаю, какой золотой ребенок после общения с родителями? То есть это не зависит от национальности совершенно. Вопрос не национальности, вопрос в том, что люди, откуда приезжают, там, возможно, уровень образования ниже. Или по традициям женщины, например, не учатся вообще. Я что хочу сказать, что вот родители, кто обучались в советские времена, в республиках, они очень хорошо и грамотно говорят. А вот сейчас они привозят детей, дети совершенно не говорят. И родители говорят, ну, у нас в республике нет русскоязычных школ. Для родителей это серьезная проблема. И вот они и привозят, к сожалению, если они привозят, вернее, хорошо, если они привозят в начальной школе. Это большое спасение, ребенок быстро адаптируется. Сложнее, если ребенка привозят в среднем, а то и в старшем звене, в старшем, конечно, это единичные случаи, но среднее звено, седьмой, восьмой класс, привозят совершенно неговорящего ребенка. Вот это, конечно, для нас очень большая проблема. А в начальной школе мы привыкли с этой уже проблемой жить, находить решения. У меня есть вопрос к родительнице Ганиева Шириан Варона. Ваши дети учились, учатся ли в 51-й школе, да? С какими проблемами вы сталкивались? Да, я вот родительницей являюсь. Вы откуда приехали? Я сама из Киргизии, бывшая учительница начальных классов. У меня дети не сталкивались, потому что мы общаемся дома на русском языке. Они у меня очень хорошо учатся. Старший сын на отлично учится. Девочка пошла в первый класс, прекрасно учится. Никаких замечаний нет. Мы хотим продолжить, чтобы они всегда были очень... Ну, учились хорошо и были примерными. И уважали всех окружающих, учителей, учеников и были всегда дружными. Только вот этого мы желаем. А с элементами дискриминации со стороны общества или учеников вы сталкивались с ними? Никогда. Никогда. Они у нас всегда дружные. Они у нас всегда участвуют во всяких этих мероприятиях. Никогда такого я не встречала. Хотел бы тут добавить, да? Вот вы правильно сказали, прежде чем о детях мы говорим, о их родителе надо. Смотри, кто сюда приезжает сейчас? Родители тех детей, которые сейчас учатся. Это родители, которые учились в школе после развала Союза. Был вакуум в системе образования по всем странам Миссынга. Или дети, которые родились с 19 годов, сейчас выросли, да? Это их дети. В основном, кто сюда приезжает? В основном приезжает из сельской местности тех стран. Они даже не видели столицу своей страны. Тушамбе, Фрунзе, Ташкент. Вот кто приезжает? И естественно, если он в своем ауле родился, вырос, сразу приехал в Казань или в Москву, Питер, что они могут дать родителям? Вот таких родителей, как она, это единицы бывает. Единицы такие. Тем более, она еще учительница. Поэтому ваши проблемы связаны с детьми, с их родителем. От фундамента зависит. Вот приехали, я с мигрантами каждый день общаюсь. Кроме того, что редактор газеты, еще директор центра иружественной помощи иностранным гражданам, каждый день общаемся. Приехали киргизы из Бишкека. Чистокровные киргизы. Ребенок не знает русский, это не знает киргизского языка. Киргизского языка. Да. Приехали казахи из Алматы. Тоже ребенок не знает казахский язык. Кстати, вот экономист очень правильно сказал, это были родители, которые приехали своим бизнесом. Сначала приехали, чтобы поработать, сейчас люди приезжают своим бизнесом. А вот с Казахстана приехали, тут открыли по системе образования, как раз, ЮСУМАС, представитель, имея 10 уровень. Лисензия получила террористан, да? То есть, уже приезжают в второй этап. Естественно, вот эта проблема детей, это проблема родителей. Поэтому я прекрасно понимаю, даже мне сложно разговаривать с их родителем на их родном языке. И видите, значит, мы знаем, откуда проблема, да? И поэтому, кстати, в последнее время в российском обществе говорят часто по адаптации мигрантов. И как раз то, что делают наши учителя, учат детей мигрантов, адаптируют легче мигрантов через их детей. Я знаю семьи, где родители по-русски не разговаривают, а дети смеются, мама, сколько тебе лет, ты неправильно говоришь по-русски. Как раз адаптация, если российское общество заинтересовано в адаптации мигрантов, это лучше делать через детей мигрантов. Это большой плюс. Меня, извините, Дарус, там, Алаев, моя фамилия, журналист. У меня вот к вам уточняющий вопрос. Вы сказали с моей точки зрения очень примитятельную фразу, которая, если ее... Нет, нет, вот к вашей соседке. Она... К вам, к вам, да, к вам. Вы буквально две минуты назад сказали, что мы всегда говорим родителям мигрантов, мы вам не враги. Не мигрантам. Вообще любым родителям. В школе, в работе нет. Но мы вроде бы... Да-да, вот я поэтому и уточняю, кому была адресована эта фраза. Мы вроде бы о мигрантах говорим, потому что... Нет, это касается не мигрантов, это вообще касается всех родителей. Мы выполняем одну единую функцию. У нас одна единая задача. Вопрос-то с подвохом уж извините. Понятно, что вы выполняете функцию, что вы говорите правильные вещи, что по-другому вы не можете. Нет, тут просто... Когда... Извините, я договорю, да. Когда формулируется таким образом вопрос, то есть вы, обращаясь к родителям, подчеркиваете, мы вам не враги. Сама формулировка выражения подразумевает, что вы чувствуете со стороны родителей некоторую настороженность как минимум, ощущение, что вы можете стать врагами, что вы можете их детей принудить. Может быть, вы просто немножко неудачно выразились, тогда другое дело. Но если вы действительно так говорите с родителями, значит, внутренний конфликт есть, драматургия какая-то здесь существует. Вы знаете, я здесь имела в виду вот как раз про конфликтную ситуацию. Когда родителей приглашаешь в школу, родитель идет настороженно. А раз он идет настороженно, значит, он уже какой-то конфликт воспринимает. Это касается совершенно не детей-мигрантов. Спасибо, спасибо, Панел. Сейчас я хочу задать наш вопрос опять к экспертам и немножко сменить тему. Вот уже говорилось о том, что Петербург, Москва, Казань как центры миграции. Это связано, понятно, с тем, что достаточно большие города. Там, наверное, можно Екатеринбург, Новосибирск. Много городов привлечь, где центры миграции. Но все-таки основные города даже не Казань, это Питер и Москва. Сам факт того, что в город идут мигранты, идет мигранты, говорит о том, что город как минимум экономически развит. Здесь есть работа, здесь есть доходы, здесь много всего хорошего. Любой мегаполис подразумевает смешение языков. Раз, возможности заработать, добиться в жизни. Но все-таки Казань не является таким основным, наверное, центром приема миграции. Вот есть Москва, есть Питер. Я знаю, что наши ученые опыт Москвы и Питера изучали и опыт международный изучали, потому что проблемы миграции в более благополучных странах, в разных странах, там стоит намного острее, и миграция там другая, потому что у нас мигранты едут на тяжелый труд. Там очень часто мигранты едут на welfare, то есть на получение пособий, на получение жилья и, собственно, проживание безбедного по сравнению с уровнем страны. Я просто проиллюстрирую. У нас в России примерно 1 на 13 соотношения мигранта и общей массы населения. Если брать Германию, то 1 к 10. Если брать Швецию, как крайний вариант, то на шестерых шведов 1 мигрант. И там проблемы кратно возрастают, и все-таки вот как они справляются с этим? Я хотел бы именно в разрезе образования. Как относятся к мигрантам? Там как они, система адаптации, или они, идет элемент сегрегации, или в адаптации? Как это устроено там? Скажите. Мое исследование, оно как раз было посвящено, часть нашего исследования, которое посвящено практикам адаптации детей-мигрантов, поэтому я думаю, что интересно будет как раз рассказать об этом аспекте. Канада, Америка. В последние годы страны Евросоюза имеют большой опыт по обучению детей-мигрантов. И в каждой стране есть своя система образования, есть своя система поддержки этих детей-мигрантов. Если классифицировать этот международный опыт, можно выделить разные направления в этом, в практиках поддержки детей-мигрантов. Но наиболее актуальной и наиболее важной является, конечно, языковая поддержка детей-мигрантов. Вот на этом моменте я хотела бы, конечно, остановиться. В том числе она является актуальной и в российском контексте. В большинстве стран происходит обучение детей-мигрантов языку. Это происходит централизованно. Для этого у государства есть специальные законодательные акты, которые это регулируют. Но обычно это происходит обучение языку принимающей страны. Но также есть и страны, которые обучают не только языку принимающей страны, но и продолжают развивать навыки родного языка ребенка. Например, в этом плане очень показательный пример Канады. В Австрии есть такие практики. И в Дании. То есть из тех стран, которые являются наиболее Австралией, тоже такую практику реализуют. В большинстве есть страны, в которых есть подготовительные классы для детей-мигрантов. То есть прежде чем ребенок начнет учиться в обычном общеобразовательном классе, ребенок проходит один год, в некоторых странах по два года таких подготовительных классов. Такие практики реализуются в таких странах, например, Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Бельгии. Тоже такую же политику и практику реализуют. Но есть страны, в которых такая политика, такая практика не прижилась. И они говорят о том, что нужно сразу ребенка помещать в класс, в общеобразовательный класс. Такие практики реализуются в некоторых школах Соединенных Штатов Америки, в Ирландии, в некоторых школах Великобритании. И также есть страны, где нет централизованных практик и политик по отношению к языковой адаптации детей-мигрантов. К ним можно отнести Италию, Чехию и в том числе Россию. Если мы смотрим образовательные практики, которые существуют в России, тут нужно выделить опыт отдельных регионов и отдельных школ. Мы, в частности, изучали школы Татарстана, опыт Петербурга и города Москвы. В некоторых школах, к сожалению, таких школ не так много, организованы курсы русского языка, но это такое нераспространенное явление. В городе Петербург есть очень интересная практика, когда волонтеры специально организовали курсы русского языка для детей-трудовых мигрантов. Есть опыт организации лагеря специального для того, чтобы ребенок изучал язык. Например, на Урале есть такой лагерь, «Белый журавель» называется, где специально обучают детей языку. Туда приглашаются только дети-мигрантов для того, чтобы обучаться языку. Но, к сожалению, в большинстве школ учитель и администрация школы сталкиваются со следующим вопросом. Нет специального финансирования или нет специальных условий для того, чтобы организовать для детей курсы русского языка. В таких случаях, к сожалению, вся эта проблема ложится на тяжести, на учителя. И организация курсов русского языка является лишь только инициативой школ. И в этом случае проблема адаптации детей-мигрантов становится, к сожалению, и проблемой школы, администрации школы, и проблемой учителей, и в том числе и проблемой родителей. Вот такая ситуация с проблемами языковой адаптации встречается в нашей стране. Есть, конечно, очень много других аспектов адаптации и поддержки детей-мигрантов. Если у нас сегодня останется время, я думаю, что можем поговорить и об этом. Что понравилось, у меня вопрос. Я знаю, что мы не любим... Мы уже здесь сказали, что мы не используем слово «мигрантская школа». Мы говорим, что школа с достаточно большим количеством детей, другой этнический групп. Но, например, в Москве или даже, может, в Питере создавали школы по этническому признаку. Были попытки создать этношколы. Они и сейчас есть? Почему этот опыт прижился? Насколько он эффективен, на ваш взгляд? И возможно ли его использовать здесь? Такие этношколы на самом деле существуют и на сегодняшний момент. Но некоторые из них, кстати, закрываются. И их остается все меньше и меньше. Все-таки по исследованиям зарубежных авторов и наших ученых, которые этой проблемой занимались, наиболее эффективной практикой адаптации детей-мигрантов является их обучение в общей образовательной школе, но при наличии языковой поддержки детей-мигрантов. Вы знаете, есть еще интересный аспект по языковой адаптации детей-мигрантов. Он связан исключительно с татарстанским опытом. В Татарстане существует официальное двуязычие. В Татарстане существуют русские школы, татарские школы, смешанные школы. И в целом случае со всеми, с кем я общался, они говорили, что через татарский язык, через знание татарского языка намного проще обучать языку, в том числе русскому, детей с регионов только язычных, среднеазиатских. И я вот сейчас хочу предоставить слово Лере Ахтемовне Камаловой, потому что у нее интересный опыт. А, сейчас я уточню. Вот у нас есть 51-я школа, это русская школа. Точнее, это типовая школа, обычная школа, без всяких добавок вкусовых. У нас есть 13-я школа, русско-татарская школа. И вот Лера Ахтемовна, она знает опыт школы в Зеленодольске, которые являются татарской школой, с интернатом. И там тоже проблема от Тура, это все зоны, где достаточно, Зеленодольск там рядом, и там достаточно много мигрантов тоже учится. И они как-то это решили вопрос. Вот у меня вопрос в целом, так звучит так. В каких школах быстрее и лучше адаптируются дети? Влияет ли эта татарскость, элемент татарскости на наших детей, на эту возможность? Вы знаете, в Зеленодольском районе есть школа с татарским языком обучения, которая является одной из крупных и ведущих школ города Зеленодольска из Зеленодольского района. Там дети не только обучаются, но и проживают в интернате. Это школа для детей, интернат для детей одаренных. Но в этой школе 5%, правда не очень большой процент, составляет дети мигрантов. И в основном это дети узбеки, турки и больше всего узбеков. То есть это дети, которые хорошо знают узбекский язык, и они относятся к тюркоязычной группе языков. А поскольку гимназия татарская, то обучение русскому языку здесь имеет свою специфику. Мы, проводя исследования, в течение трех лет пришли к такому мнению, что для детей-мигрантов вообще самая лучшая методика – это коммуникативная методика обучения русскому языку. То есть умение говорить, умение разговаривать на русском языке. И поэтому общение здесь, изучение русского языка, начинается по методике изучения русского языка как иностранного. Для этого учителя учились, ездили в Москву и в Казахстан для того, чтобы изучать эту методику. Они имеют повышение квалификации в этом плане. На чем строится особенность изучения? Если русскоязычные дети, которые обучаются по программе «Русский язык» для русскоязычных детей, они учат сначала правила, потом они изучают примеры к этому правилу, потом выполняют упражнения по правилу, то у детей-мигрантов идет все с точностью до наоборот. Сначала идет живой пример, показ, потом идет серия различных дидактических материалов, которые иллюстрируют этот пример и это правило, а потом уже изучение самого правила. То есть и для того, чтобы обучать детей-мигрантов, здесь в этой гимназии используется такая методика. То есть задействованы все каналы слушания и запоминания и видео. То есть это аудиовизуальные пособия, где ребенок и видит этот предмет, который изучается, и слышит звуки, это идет звуковой ряд, это идет музыкальный ряд. Таким образом, обучают узбеков в основном, по 3-4 человека в классе, это узбеки, с 1 по 4 класс. Чем меньше ребенок по возрасту, тем он быстрее адаптируется к русскоязычной среде, именно идет социализация быстрее. Можно ли сказать, вот нам сказали представители школы, им нужен год, чтобы ребенок, первоклассник, научился говорить по-русски. Совершенно верно. В этой школе быстрее или нет? В этой школе, ну, все зависит от индивидуальных, конечно, особенностей детей, да, но все равно в целом проходит год. То есть, несмотря на все ухищрения методики, и без этих методик примерно одинаково? Вы знаете, еще дело в чем? Конечно же, первая задача – это обучить разговаривать на русском языке. Но с этим тесно связано, во-первых, обучение пониманию текста, далее чтение и письмо. И это идет именно вот в такой последовательности. Обучение пониманию текста, того, о чем говоришь, дальше, говорение на русском языке, чтение – это третий этап, и письмо. И вот в этой школе именно все четыре этапа, они взаимодействованы. И обучение чтению и письму идет быстрее. Быстрее. То есть, язык, все понятно. Здесь есть учителя, выходцы из Узбекистана, которые хорошо знают узбекский язык. И поэтому обучение вот человека, учителя, который хорошо знает узбекский язык и культуру, историю этого народа и этой страны идет, конечно, гораздо быстрее. Вот здесь учителя показывают просто пример того, как действительно нужно обучать детей. И взаимодействие. Вот там, где ребенок, допустим, первоклассник есть у нас там уникальный, который хорошо знает узбекский язык и знает хорошо татарский язык, он обучает в своем классе других детей. И учитель строит уроки, как это у нас принято, работа в парах, работа в тройках, работа в творческих группах. Обучение идет вот в таких небольших микрогруппах. И что особенно важно, что обучение русскому языку, там, где учатся узбеки, идет по такой схеме, с учетом транспозиции и интерференции языка. Сначала говорится слово на узбекском языке, учителем, потом на татарском языке, это же слово, и только потом на русском. Таким образом, ребенок слышит родную речь, вот это слово, слово, далее он переводит его на татарский язык, который близок к ему, потому что это тюркоязычная группа одна, а далее они переходят к русскому. И вот поэтому обучение идет русскому языку намного эффективнее, вот по такой вот модели. И мы пришли как раз к заключению, что когда еще и сам ребенок подключается, дети взаимодействуют друг с другом, находятся в активном диалоге по изучению русского языка, это намного быстрее происходит. Кроме того, в Зеленодольске есть еще воскресная школа, она предназначена и для детей-мигрантов, и для родителей-мигрантов. Она находится не на территории этой пятой гимназии, а на территории другой школы, десятой. Так что там по воскресеньям могут и действительно родители обучаются русскому языку, те, кто направляется учителями. Интересный опыт. Вы хотели добавить что-то? Я хотела добавить еще такой момент. Мы говорим о том, что ребенок, даже когда он находится в начальной школе, ему нужен всего лишь один год для того, чтобы заговорить на этом языке. И мне этот вопрос был очень интересен с научной точки зрения, поэтому я его задала нашему профессору Дину Бирман, которая является очень большим авторитетом в области адаптации детей-мигрантов. Сколько же все-таки нужно ребенку время для того, чтобы он полностью уже освоил язык? Все-таки цифры немножко побольше. Во-первых, все зависит от возраста, естественно. То есть чем старше ребенок, тем он дольше будет изучать язык. Даже, например, подростку, которому уже старше 10 лет, гораздо нужно больше времени для того, чтобы изучать даже на разговорном уровне. А во-вторых, ведь есть такое понятие, оно и в европейских исследованиях подчеркивается как академическая разница, что между детьми-мигрантов и детьми местными измеряется, насколько есть разница в их успеваемости, связанности с их языком. И для того, чтобы преодолеть вот эту академическую разницу, нужно все-таки 7 лет ребенку. Это очень большой срок. То есть чтобы уровень знания языка ребенку не мешал отставать от своих сверстников. Поэтому, конечно, языковая адаптация – это гораздо лучше. Совершенно согласна с вами, что понравилось. Потому что мы говорим, один год – это языковая адаптация происходит за год. Это обучение говорению на самые разные учебно-бытовые темы. Но освоение русского языка, где есть такие разделы, как фонетика, лексика, морфология, синтаксис, речь – это, конечно же, занимает гораздо больше времени. Потому что все аспекты русского языка невозможно изучить ребенку-мигранту за один год. У меня есть вопрос опять к нашим учителям. Сейчас. Хотел бы добавить? Ну, хорошо, давайте. Только коротко, время уже. Естественно, детям туркоязычных мигрантов русский язык будет легче, чем татарский язык. Это очень правильно. Но, с другой стороны, по второй причине отдают татарскую школу. Почему? Например, есть поколение детей трудовых мигрантов, которые забыли свой родной язык. Вот, например, я лично, мы дочке отдали татарский садик, потому что она здесь родился. Мы разговариваем на русском языке. Она, чтобы не забыла свой родной язык, мы ее отдали татарской группу. И через татарский мы отправили ее на родину, она выучила свой родной язык. Поэтому, в этом плане, тут, знаете, и вам повезло, и нам повезло. И поэтому мы сейчас, мы говорим, чтобы дети тех мигрантов, которые здесь родились, мы им рекомендуем именно татарскую школу, татарскую группу. Если они владеют татарским языком, они без проблем киргизский, узбекский, тюркский выучат. Я считаю, что каждый человек должен знать свой родной язык. Если человек не будет знать, в первую очередь, это вина родителей, во-вторых, это вина общества. Вы знаете, в этой школе еще проводятся фольклорные фестивали, где все три народности представлены даже больше. То есть это и русские, и татары, и узбеки. То есть единый праздник, где звучат и песни, и танцы этих народов, где своеобразные игры проводятся национальные, блюда кулинарные. То есть это все сближает, и в этих праздниках участвуют и дети, и родители. У меня вопрос к нашим учителям. У нас редкие гости, люди, которые землю руками топчут, трогают, нюхают. Что, на ваш взгляд, нужно? Что вам нужно со стороны государства, со стороны родного министерства, со стороны РАНО? Что вам нужно от них, чтобы вам было легче работать с детьми мигрантов? Это касается школ, в первую очередь, конечно, которых эта проблема более остро стоит. Чего вам не хватает от них? Альбина Александровна растерялась. Конечно, к этим детям государство должно повернуться лицом. Мне вопрос не к детям сейчас, вопрос к вам. А у нас все взаимосвязано. Нам нужна поддержка в каком плане? Ведь особенно в среднем звене, когда дети поступают, языковой барьер. Чтобы освоить всю грамматику русского языка, ему надо 7 лет. А он поступил в 7 классе. У него этих 7 лет нет. И что же с ним делать? И что вы сделаете в таких случаях? Ну, стараемся максимально обучить. И мы вообще за то, чтобы ребенок прошел через государственную аттестацию. А вот таким детям государственную аттестацию, например, разрешить в форме ГВЭ. У нас есть государственный экзамен, не ОГЭ для массовой. А вот дети с ОВЗ, дети, у кого есть инвалидность, они допускаются к такой форме экзамена ГВЭ. Вот детей мигрантов... Гаршифруйте ГВЭ что такое? Что? Что такое ГВЭ? Гаршифруйте. Государственный выпускной экзамен. Да, есть ОГЭ массовое, а есть еще ГВЭ. Это государственный выпускной экзамен. Более такой... Да, в облегченной форме. Вот детям, мигрантам разрешить бы вот такой экзамен проходить. Потому что ребенок испытывает очень большой стресс. Вот здесь пойти детям навстречу. Потому что многие дети раскрываются потом, после окончания школы уже. У них вот этих 7 лет в запасе нет. То есть вам нужно дополнительное финансирование, ставки? Учебники адаптированные более... Учебники. Знают русский язык. Вообще не знают. Так вот вопрос к вам, Закир Акматович. Вот как вы думаете, ведь как-то должны эти страны, как Киргизия, Азербайджан, усилить образовательную процессу в сфере русского языка? И что сейчас творится на этот счет? Вот, например, по Баку мне сообщили, что все-таки сейчас американцы как-то уже отвернулись немножко от Азербайджана. Они начали обратно возвращаться к русскому языку. Понимая, что многие уже к нам сюда приезжают, чтобы был русский язык. Вот вы обзорку можете дать, что сейчас творится? Ну, в частности, в Киргизии в плане русского языка, чтобы они приезжали уже сюда, зная его. И чтобы вот эта проблема не возникала, которая звучит со стороны педагога. Вот вам такой вопрос. Во-первых, я хотел бы обратиться в Министерство Трудного, Министерство Образования этих стран, смотреть, где их зарабатывают и граждане. В какую страну. Никому не секрет, что из странов СНГ больше всех работают в Российской Федерации. Это во-первых. И пусть они смотрят. Они же любят же говорить, да, ВВП там. Например, 38% ВВП Киргизии составляет деньги, которые отправляют мигранты. Узбекистан еще больше. Азербайджан, тем более. Таджикистан, да. Вот они любят говорить об этом. В двух случаях. Во-первых, сколько мигрантов отправлять в России деньги, их странам. Это, естественно, решает многие проблемы. Во-первых, экономические. Естественно, потом политические. И если народ, как говорится, если народ есть, что есть, там политическая стабильность обеспечена. Если голодный народ выйдет на площадь, сами понимаете, да, что происходит. Поэтому они об этом говорят. Во-вторых, когда выборы. Вот настолько мигрантов в России. Это, во-первых. Во-вторых, никому не секрет. У нас была одна страна. У нас очень много общего. И поэтому я всегда говорю, да, что человек, родителей и соседей не выбирать. Это от Бога. Раз мы находимся с соседами, да, у нас общие интересы. И этим странам хочется, не хочется, равно придется иметь дело с Россией. Естественно, тут без русского языка никак. Надо учитывать этот момент. А в Киргизии конкретно интерес к русскому? Кстати, кстати, вы правильно заметили. Вот после развала Союза, вот там была не до русского языка. Молодежь начала учитывать английский язык. Такая же история, так же, как Бишкейка тоже. Молодежь хорошо владеет английским языком. Но русского, да? Нет, у русского, смотрите как, там же получается парадокус. Вот, например, столицы знают русского языка, а может быть, не знают родного языка. Но в регионах не знают русского языка, потому что там не хватает преподавателей русского языка. Так, у нас мало времени. Я хотел, вот у нас барышня, если там хочет дать вопрос. Сейчас дадим вопрос задать. У меня вопрос, который, может быть, поможет вам закольцевать тему. В начале вы сказали, нам сказали, что результаты исследований ученых КФУ произвели фурор за рубежом, ну, по крайней мере, дизонанс. Так, может быть, в конце вечера вы раскроете интригу и скажете, сколько учителей в Татарстане в процентном соотношении готовы заниматься мигрантами, а сколько не готовы. То есть результаты можете озвучить ваши, было бы им очень интересно. Вы, наверное, немножко предмет самих исследований не очень поняли. Хорошо, попробуйте. Во-первых, цифры мы сейчас вам не назовем, сколько конкретно готовы, сколько не готовы, потому что мы такие исследовательские вопросы не ставили перед собой. Единственное, что мы хотим сказать, вот вы сегодня наглядно видели, что говорили наши учителя. И вы даже можете сами сделать вывод, что как вот сегодня вспоминала Чулпан Раисовна нашу коллегу из Америки, из университета Майами, который как-то присутствовал на круглом столе, где также выступали наши учителя. И говорили они о том, как они работают с детьми-мигрантами, не имея специальной подготовки, не имея курсов русского языка, не владея специальной методикой преподавания русского языка как иностранного, никакой финансовой поддержки. Работая только на своем энтузиазме, вот на чем держится работа с мигрантами в России. И поэтому на учителя, и поэтому, увидев эту ситуацию, послушав наших учителей, американский ученый сказал, какие хорошие у вас учителя. Это был восторг искренний. Поэтому готовы они работать с детьми-мигрантами, но за счет своего энтузиазма. Потому что государство никак пока не организовало эту работу. Наша программа подходит к концу. Скорее всего, тема миграции, тема трудовой миграции, и, соответственно, отражение в школе, это тема, которая будет продолжаться. И мы не знаем, будет ли тот всплеск, который был в 2000-х, нулевых годах миграции, сейчас, как он будет дальше идти. Вполне возможно, если ситуация экономическая, политическая в среднеазиатских республиках, бывшем зарубежье, нашим, будет ухудшаться, а такие риски есть, то новая миграционная волна нас обязательно накроет. Вот. И удар получит в том числе и школа. Было бы очень здорово, если бы к этому времени школа была к каким ударам подготовлена. Вот. И на этой оптимистической ноте я хочу поблагодарить всех участников нашей сегодняшней дискуссии. Особенно спасибо нашим учителям, которые нечасто наши гости. Вот. Их вам поклон. За ваш энтузиазм, за ваш интерес. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова